Всем привет, друзья! А сегодня у нас подъехал гайд на прекрасного персонажа, на Брюмастера, на Мангикса, на эту прекрасную панду, у которой очень сильные способности, он может как надрать задницу, так и спокойно уйти. В общем, давайте разберем его способности и перейдем к первой способности. Первая способность это у нас Клэп, которая будет давать вот такой вот эффект, панда топает и всем будет наноситься дэмэдж, также все будут замедлены в Мофф Спиде и Атак Спиде на 55%. Очень мощный спелл при покупке Аганима добавляется в наш ультимейт, что делает ультимейт, будем говорить позже. Давайте посмотрим следующий спелл. Второй спелл это у нас Пиво. Пиво, братки, пиво. У нас же панда как бы пивная панда считается, да? И что же у нас это пиво будет делать? Смотрите, в 200 АОЕ закидывается этот пивасик. КД у нас 8 секунд и 8 секунд длительность. Закидывая этот пивасик, он массовый этот пивасик, и в 200 АОЕ он кидается. Вот, как бы закидывая этот пивасик, наши энеми будут замедлены на 26% и будут промахиваться с 75% вероятностью. То есть это прикольный спелл, им можно кошмарить на линии каких-нибудь коров. Монопул у нас, ну, 50 маны, но, в принципе, неплохо. Давайте посмотрим, как он будет работать на крипов, будут ли они сильно промахиваться. Смотрите, на всех промахи. Смотрите, какие промахи. 75% промахов. Видите, как заметно на самом деле промахиваются. И радует, на самом деле, что этот спелл, он массовый. То есть, если в кучку закидываешь, то есть, есть вероятность, что не только один персонаж у нас получит этот спелл. Но, и еще, возможно, еще какой-нибудь стоящий рядом получит этот спелл. В общем, накормили ребят пивасиком, и давайте перейдем к третьему спеллу. Касаемо, ребят, третьего спела, все у нас довольно-таки просто. Третий спелл, это такой универсальный спелл пьяного мастера, которым, как говорится, посвящен не каждый шаолинь, да? То есть, смотрите, в чем смысл третьего спела. У нас на ласт левеле дается 25% доджа и 25% критикал страйка, плюс какой-то 10 секунд пассив таймер. Что такое пассив таймер, ребят? В общем, если мы никого не бьем и никого не атакуем, у нашего персонажа заряжается крит. Крит, то есть, вот смотрите. Смотрите, я докачал. Пройдет 10 секунд, у нас зарядится палка и криты у нас равные 2х. Видите, вот, зарядился у нас крит. То есть, первый удар, который мы будем наносить, он вылетит у нас критом. Вот, вот такой вот у нас спелл. На пассиве мы имеем промахи 25%, я уже повторюсь. И критикал страйк 2х, также 25%. Очень неплохой спелл, на самом деле, я считаю, рили прикольный. А насчет того, что вот этот крит стопроцентный, это тоже реально прикольно. Ребята, это тоже реально прикольно. Давайте посмотрим эту тему. Вот, первый удар у нас будет крит, смотрите. Вылетел крит у нас, продамажили персонажа. И, в принципе, ну, не знаю, тут больше нечего добавить. Реально прикольный спелл, ребят. И панда у нас становится такой, знаете, ну, то есть, можно взять дабл демэдж и очень сильно нанести урон. То есть, вот сразу с вот этой темы вот. То есть, как бы, ну, вот такой вот спелл. Ребята, теперь самое интересное. Давайте перейдем к ультимейту. Касаемо ультимейта, ребят, сейчас будет немного вам сложновато. Потому что наш персонаж имеет специфический ультимейт, который требует хорошего знания, на самом деле, и хорошего микроконтроля. Сейчас я ультану, и мы будем кратенько, ну, будем даже не кратенько, наверное, обобщенно и раскрыто разговаривать о каждой панде, которая у нас появляется из вот этого прекрасного персонажа. Давайте разберем первую панду и разультимся. Давайте начнем со шторма. Вот такая вот у нас шторм панда, имеет она. Диспелл имеет суслон, ну, циклон, поднимает ветерок инвиз и резист к некоторым магиям и уменьшает действие этих магий на себя. То есть, у нас, в принципе, каждая панда имеет этот спелл такой, видите, вот везде. У каждой панды есть. То есть, наши панды более, как бы, они, ну, они магию принимают. Вот, то есть, энеми магию, то есть, если в нее что-то кастанули в панду, она, эта панда принимает, но на нее она меньше действует, и некоторые спеллы могут не действовать. То есть, вот такая вот у нас небольшая защитка. Также давайте разберем детально, что у нас, смотрите. Циклон. Опа, дается циклон. Мы циклон этот можем задиспелить. Опа, я задиспелил его. Задиспелил. То есть, вот этот диспел еще, кстати, может диспелить значительно большое количество различных бафов таких. Это будет как ульт Свена, допустим, Варкрай его, потом, может быть, второй Крик Венги, Абладласт Огра. То есть, вот такие спеллы, такие, в принципе, простенькие, мы можем спокойно задиспелить. Но насчет ульты Свена, это рели жестко. В общем, у нас такой диспелл, как Пурги, получается, ребят. Все мы знаем, что такое Пурги. Кто смотрел гайд на Рикимару, вы поймете. Вот, в принципе, по этой панде все, по шторму. Также она имеет, в принципе, инвиз, который дает нам 50% передвижения мувмент спида и при атаке 100 бонус дэмэджа. Эта панда у нас имеет дальнюю атаку, ребят, равную 159 на 171. Сильно углубляться не будем по типам дэмэджа, но запомните, как бы дальняя атака, ну, этот тип урона слабее, чем атака геройская. Видите, геройская атака у нас у персонажа. Также у нас одна из панд имеет геройскую атаку. Давайте разберем сейчас огненную панду, ребят. По шторму мы разобрали. Смотрите, фаер панда. Что она нас умеет? Она имеет у нас геройский дэмэдж. То есть, смотрите, как она дамажит. Она хорошо дамажит, но это еще без ульты. И имеет она у нас вот этот вот, видите, спелл 45 секунд per second. Это горение у нас такое. То есть, если мы к какому-то персонажу близко, то мы запиливаем его как бы с 45 дэмэджами в секунду. То есть, такой прикольный спелл. Ну, огненная панда фаер, как бы, ну, сами прекрасно понимаете. Давайте, в принципе, посмотрим у нас крайнюю панду, из которой, собственно, мы же и появляемся, если у нас ультимейт заканчивается. И если другие панды умерли, то, как бы, из него появляемся. Вот такая вот у нас панда каменная. Кидает она у нас вот такой вот стан, который и наносит также небольшой дэмэдж. 50 дэмэджа всего. Кэдэш, он всего 5 секунд. Но закидывать можно постоянно. Стан у нас длится 2 секунды. Такой, ну, можно сказать, не сильный вроде, да, спелл. Но прикольный в то же время. Также у этой панды есть шанс, что он может с 20% шансом нанести еще 40 дэмэджа. Ну, и спелл иммунитикс есть у него дополнительно, которого нет у других персонажей, так как это, в принципе, основной персонаж, из которого появляется панда. Соответственно, он должен быть немного сильнее. Но он не такой мобильный, как, допустим, шторм. В случае, если у нас умирает вот эта панда и вот эта панда, мы имеем возможность уйти в инвиз на шторме, на вот этом, и засейвиться, так сказать. То есть, даже некоторые игроки специально, видя, что вот каменная панда уходит, все знаем прекрасно, что с этой панды появится у нас мангикс. И специально его не добивает, если у него лу-хп, и пытается убить уже непосредственно нашу панду. То есть, вот как бы вот такой вот ультимейт, ребят, да, немного сложно в понимании, сложно в микроконтроле, но в идеале все тут, в принципе, понятно. Выделяем все три, бежим, допустим, если персонажи рядом, как правило, они рядом, берем, закидываем стан, находим еще одного, закидываем кому-то циклон. Потом можно его задебафить, выделить опять каменную, закинуть камень. И, в принципе, вот так вот это все работает. Ребят, давайте поговорим об его аганиме. У меня есть видосик на канале про аганимы, и, соответственно, также обозревал я и этот аганим. В общем, что у нас добавляется? Смотрите, добавляют у нас дополнительные обилки. Вот, смотрите, у нас пиво появилось на D, и тут клэп. На такие же кнопки. В принципе, на такие же кнопки. И еще, по идее, по идее, наши панды должны критовать. Вот эта панда должна критовать. Да, у нее появляется крит, смотрите. У нее появляется крит огненной панды. И она начинает бить, то есть у нее есть 25% шанс, что она кританет. Вот, то есть это прикольно, на самом деле, бустит наш ультимейт. То есть, ну, вот такой вот аганимчик прикольно. То есть мы становимся не только, как бы, такими, ну, противная панда становится. Но еще и дамажит. Дамажит немного, ну, не немного, а посильнее. Плюс можно еще использовать все активные наши способности. То есть это круто. По сути, в реализации данного персонажа прикольно иметь даггер. То есть ты прыгаешь и клэпаешь и ультуешь. Так, кстати, еще многие, наверное, заметили, что дается у нас вижен такой кратковременный в области, когда мы ультуем. То есть, и это очень сильно заметно, когда тайм, допустим, вот 6, сейчас пропишем. И мы ультанем, и у нас такой вижен больше получается. Очень-очень легко этот ультимейт, ребят, отменять. Если кто не заметил, то есть вообще без проблем его этот ульт отменять. Вижен не дает, если мы отменяем. Но если мы раскастываемся до конца, смотрите, какой вижен дает. Посмотрите, вы видели? То есть, об этой фишке тоже мало кто знает. И как бы такое, как бы такое. В общем, по героевым. Все, рассказал, ребят. Давайте уже перейдем к практике. И так, ребят. ФБшка уже произошла. Все, как обычно. И давайте будем стоять на центре. На панде. И разберемся по ходу дела. Так, ВС у нас будет Леончик. С Леоном стоять будет плохо, потому что Леон будет у нас спамить тупо. 1-3-1-3. И будет хреново. На самом деле ВС ржевых персонажей стоять. ВС рейнджевых. ВС стоять очень неприятно. Тем более он меня тачкует постоянно. У меня есть еще пару тангуйсиков. Впере агрим и заберем крипа. Хорошо, качнем крит. Давайте подеремся немножко. Я но уже драться не будем. Хочу крипа забрать. Потому что мне нужен боттл. Без боттла мне, к сожалению, будет хреново на миде. Так, 120 маны. У него еще, кстати, аура траксы. На нем работает. И он меня будет бить посерьезнее в миде, чем бью я, на самом деле. Но мне главное, главное, ребят, тут просто в боттл выйти и все. Дальше не о чем бояться. Так, запушили линию специально, чтобы пойти подхилиться. Пусть Леончик там потеет. Ребят, в общем, смысл такой. Но к практике, посмотрите, их пик будет тяжеловато убивать с ультимейта. Так что, скорее всего, будем одеваться в дэмэдж. И посмотрим, что у нас получится. Так, зарядился у нас третий. Сейчас будем с крита бить. Крипа, хорошо. Стопроцентный крит. Вылетает. И, кстати, дэмэдж у него на ластхит и очень даже неплохой, ребят. Поэтому, кто умеет хотя бы хоть чуть ластхитить, ребят, никаких проблем с ластхитом у вас не будет. Абсолютно, ребят. Я так лично считаю. Так, должны добивать вот этого крипа. Ну, почти-почти добили. Почти, хотя добили на самом деле. Не добивая этого. Переагарим крипов. Найс, добиваем. Нам нужен ботл, ребят. Хорошо. Думаю, стоит качнуть пиво на раз. Что-то леончик спит у нас тут, а может же умереть. Посмотрите, просто какой дэмэдж. По нему еще и крит вылетает. Просто заснул у нас что-то леончик. Но мы воспользовались его сном, так сказать. И нужно быстренько пропушить линию, ребят, пока леончик сюда не пришел обратно. То есть, тактика такая, что мы постараемся лишить его экспы как можно сильнее. Как можно сильнее. Нет, все. ТП-шится уже. Но, в принципе, минус один крип у него. И ФБ-шку также... И ФБ-шка, вернее, а также фраг он тоже отдал нам. Есть у нас тут регенерация. Дает он. Ага, ага. Хочет забрать. Ну, с объемом уреген. Нет, ну, это смерть, мне кажется, и будет. У него смерть, вот ребят. Идет баратрум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кидаем, сбиваем ему вторым спеллом. Ну, посмотрите на баратрум, он просто душит нещадно. Сапожок берем еще раз одно сдам. Ладно, возвращаемся на исходную. Гонятся за мной. Скорее всего, даже будут пытаться идти. Станом он не попадает. Станом не попадает. Еще он, Димах, пришел, посмотрите, что происходит. Какие-то гангеры века. Нет, ну я тут, я умрусь, я сейчас. Ой, еще один относ. Серьезно? Еще один относ. Боже, это просто трэш какой-то. Просто какой-то трэш. Так, у нас есть курьерчик же, ребят. Нам надо запустить ботлик. По-другому никак. Найс, разыгровочка, СПС Феникс. Феникс, молодец. Очень хорошо спозиционировался. Немного подхилился. Даже антимага на развороте убрали, так сказать. Ну, апнем курьера, наверное. Или если попросить, может, команда нам апнет. Потому что мне очень нужен курьер. С апнутым ботлом. А еще желательно фейзы. Фейзы. Куру попросим апнуть. Надеюсь, ребята апнут. Боже, баратрум. Баратрум и щемят. Посмотрите, ребят, какая активная игра. Но не хочу подходить. Так, ну, манасосит у меня. Кстати, будет очень плохо, потому что не смогу. Блин, ну, он всеми иллюзиями этими просто блочит мне. Блочит мне весь, так сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот крип. Есть у меня фейзы. И будем, ребят, наверное, сами апать курьера. Потому что от команды, в принципе, никогда не дождешься. Надеюсь, добью вот эту кату. Да, найс. Ну, все равно чуть-чуть не хватает, ребят. На топе у нас какая-то жесть происходит. Баратрум там прибежал, разнес. Апнем сейчас сами курьеры, ребят. И хорошо. С такими айтемами можно будет уже душить. Но я боюсь, нам нужен будет еще стих. Потому что там очень много... Ой, Леончик тут душит с тоннами, но не попадает. Скайграунды почему-то. Ну, такое. Очень пугает, на самом деле, их пик. Потому что у них и лейт потенциал, и пуш. И разор много будет делать. Но посмотрим, во что эта игра выльется, в принципе. Есть у нас волшебный айтем. И дает он нам достану. Вернее, клэпом. Засасывает ману. Но надо в крипов клэпать, что ли. Боже, ну, надрачивает просто, ребят. Я не знаю, как это назвать. Просто надрачивает. Это называется. Давайте пойдем на руну. Леончик тоже идет на руну, на нижнюю. Блин, у нас вариативность Леона убить вообще на изи. На самом деле. Вот так вот сделаем. Сразу крит какой. Хорошо. Эй, ну бот, алло. Ну ты че? Ясно. Просто напишем, потому что чел не понимает, что я ему хотел. Зачем я шел-то, да? Ну, фраг, да. Фраг, хорошо. Понятно. Еще и крипов руинит. Ну, понятно. Мне неадекват. Неадекват. Ну и тут руну забрали. Соответственно, я теперь в говне, у меня нет руны. Зачем-то он еще пришел на мид. Не понимаю, если честно. Очень плохо, ребят. Забрал руну у нас алхимик. Ну, я хотел дать ему через боттл, потому что мне без боттла вообще не вариант. У меня монопол очень плохое. С пылы 150 и 125. Маны много требуют, на самом деле. Душит у нас топ, там. Можно будет сейчас, в принципе, сходить на топ. Есть у нас уже ультимейт. Есть уже ультимейт, ребята. Возьмем стик, тпшку и... Тпшку стик и ману, вы взяли одну, ребят. Ага, Леон обходит со спины. Не дает топнуть. Не дает. Не дает. Ну, ману сосит будет сейчас. Нет, не хочет. А вот сейчас под конец сосы. Понимают. Все. Ну, что-то там на топе какой-то трэш происходит. Надо переместиться нам, наверное, на топ. Это что тут крип делает? Чисто чилит стоит. Ребят, вот так вот надо на крипах играть, смотрите. Пацан просто стоит. Интересно, а за чего он? И за чего он там стоит? Баратрум его... А, не, подожди, а как же? Баратрум никак его туда не сможет привезти. Ребят, ну я на самом деле склоняюсь к тому, что нужно сходить на топ, все же размять траксу. Да, погнали. У нас регенчик. Если нам поможет еще кто-нибудь, феникс какой-нибудь, то можно прикольно, в принципе, разнести там. Гоу, за пандарию. Как говорит у нас. Ага, тут еще и баросты в кустах. Давайте вот о нем. Вот это вот так вот дизейблим. Так, возвращаем. Закидываем в станчик. И бэкстебом. Еще до кучи. Еще стан. Не успеваю кинуть стан еще один разочек. Жаль, на Клэп не хватает маны. Сейчас, сейчас, сейчас. Фейзи, фейзи, фейзи. На Клэп должно хватить маны сейчас. Опа, все хорошо. Прекрасно сделали. Отличная реализация первого ультимейта. Заюлили мы траксу. Убили Баратрума за ультимейт. И очень даже мне понравилось. Неплохо раскастовал на самом деле. Так сказать, в полную силу, можно сказать. Гоу, тавер чуть побьем. Не знаю. Даггер я тут буду рашить сейчас. Прям даггер начнем рашить. И дальше мы аганим. Не знаю насчет аганима, но посмотрим, ребят. Ну, надо забрать тавер. Ребят, тавер. И десятая минута нам нужна будет, чтобы забрать себе оруну. Еще одну. Пуджик танчит тавер зачем-то. Не понимаю. Просто пуш, брат, и все. Братки, мы должны просто держаться вместе. И все. Вот вся смысл. Весь смысл доты. Это просто... Ой, микроконтроль потерялась. Случайно на ЙО нажал. Я хотел на А и случайно нажал, но не забрал за этого тавера. Держи пуш тебе. Намажу задницу немножко, чтобы тебе было приятней. И не больно, так сказать, гачимучи. Ну, те, кто понимает, те в теме. Сына, у нас здесь есть. Ух ты, у него там мана нету, ребят. Мана нету, можно душить. Опа, теперь точно не туманно. Идем наперед, специально подблочиваем. И нужно застелить. В любой вариации. По-другому никак, ребят. Так, если бы попал хуком, я бы побежал. Дрался бы как животное. Просто как царь. Как царь. Отлично. Критуем, ой, какие криты. Вы просто посмотрите, как все прекрасно. Так, у нас тракса вернулась, тем временем на топ. Го. И разор у нас на миде. Я бы на самом деле пошел бы на топ. Го. Она очень далеко, там тавра нету. Го. И есть даггер, ребят. Как раз таки зайдем за даггером. Узаем глиф, юзаем ману и тпшимся. Ну, тавр, тавр, ребят, надо тавр заденать. Не успеваю я наденать тавра. А, не успеваю. Отлично. И гоу. Вот этого пацанишку. Хорошо. И забрали еще, пацаны. Прекрасно. Есть даггер у меня? С даггером можно делать чудеса. Там что, Леончик, а не Лайтнинг. Ревенант на миде. Разорчик в простонародье. Но его, мне кажется, я не убью за ультимейт. Очень он такой персонаж и мобильненький. Боюсь, это будет ультимейт пустой. Вот этот крип, конечно, это жесть. Это жесть, конечно, сейчас за крип у нас там. Хорошо. Погнали, ребята, аккуратненько на руну. И нужно бы, наверное, антимага навестить теперь. В принципе, мы загангались час топ. Хорошо помывались на топе. На вот таких, на гангах, на обычных. И теперь, думаю, нужно будет пройти нам куда-нибудь, типа, на низ. Плюс там у нас еще, не знаю, Николай вот этот на Баратруме. Почему-то, что-то я его сейчас вообще не вижу, как-то пассивно. Стала пассивна у них игра. Не понимаю, почему. Стой, 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 стой. Дай, 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 дай. Ну, блин, я бы захилил. Я бы захилил. Добиваем, добиваем. Мы должны тоже добивать. Хорошо, собираем фарм с карты. Правильно позиционируемся. И нужно пройтись по лесу. Антимага надо убить, ребят. Извиняюсь, горло немного побаливает просто, ребят. Пишу. Опа, вот это мы должны забирать тоже, ребят. Кинем пиваса, пусть промахиваются. Кстати, стакается с третьим спеллом наше пиво, по идее. По идее, должны быть там сколько промахов у нас? Почти 100% должно быть промаха. Так, ребят, ну тут придется, наверное... Ну, не достаю клэпу уже. У меня маны не было или что-то, почему-то я замешкался. Отойти надо, ребят. Ну, если что, я тут, бро. Давай, 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 пуш, хукать будешь? Ага. Ага, понимающий. Тут меня панду разберут. Да, все, уходим. Панду убили. Уходим. Появимся с этой просто. С этой появимся панды. У него много там ренч дэмэджа, ребят. Очень много. У нас в лесу ребята сидят зачем-то. Не понимаю. Даже как бы тут не пришлось бы делать БКБшку. Сразу фастом причем. Ой-ой-ой, ну много. Много там напихивают. Эх. Ну нет, у меня маны, ребят. Надо отойти за маны. Ну, походу, интересная будет игра с затянутостью. Потому что у нас есть один вот этот бесполезный персонаж. И вот этот бесполезный персонаж пока что. Надеюсь, они реабилитируются. Дэмэджи там. Посмотрите, сколько 40 дэмэдж. 120 дэмэджа. Боже, я этот дэмэдж просто не должен вывозить. Просто с руки должны меня убивать. Делаем тпшку на низ. Попробуем антимагу что-то предъявить. Нет, антимагс раз сделает. Блинк аут, как говорится. Скинус ультимейт. Бразочек еще. И 1200 копеечек на счету. Еще 200 копеек. На самом деле плохо, что меня могут тупо задезейблить. У меня до ульты 45 секунд. Нужно тут стоять аккуратно. Вардов на руне нет, поэтому я не знаю, где сейчас мои враги. Возможно... Ага, вон они. Вот они, вот они наши враги. Все, ушли. Сделали блинк аут. Вот антимага пытаются там убивать. Но умирает удаст роль. Жаль, нету варда. Я бы прыгнул просто и клэпнул антимага. Прыгнул и клэпнул бы антимага. Ну давайте на верочку. Нет. На верочку не получилось. Вот он, варды. Подъехали. У нас, но не вовремя, к сожалению. Тракса у нас тут. Ну надо будет драться. Надо будет драться. Ну и жалко КД. Небольшое. Ой-ой-ой, ну как же так? Как же так? Видели уже? Ну я не знаю. Очень плохо все. У меня микро КД было. Жаль микро КД было. Ну интересная игра будет, ребят. Я так чувствую. Было микро КД. Я не знаю. Кликал на ультимейт. Чуть-чуть-чуть-чуть не хватало. До ульты, к сожалению. И плохо там два монобернера. Мне не разлетится никак не вариант. Но не знаю, почему не успел ультануть. Не успел просто. АФК-шный химик у нас в игре. Не люблю химиков, которые тупо АФК вот фармят. И он будет свои слоты фармить миллион лет. Еще криток, пожалуйста. Хорошо. Просто хорошо. Антимага задушили. С помощью даггера, ребят. Отлично. Кстати, панду профитно, ребят, собирается такой, ну, мощный дэмэдж, потому что можно, допустим, знаете, как сделать. Вот вы подрались, залезли в ультимейт и чилите в ульте. Если у вас есть тараска, вы захилитесь, вы вылезете фул. То есть вот такая вот есть приколюха. То есть вы, получается, имеете две жизни. Главное успеть нажать ультимейт. И все. Ребят, на самом деле, хочу выйти в радиенс. Выйти в радиенс. Попробуем выйти в радиенс. Ну, будем фармить. Будем фармить. Феникса есть базилка, это хорошо. Фармить на этом персонаже приятно. У него очень приятные тычки. Ласт хитить тоже приятно, ребят. Поэтому Рилли. Рилли приятный персонаж, я считаю. Так, ну у нас тут уже на миде. Ой, на миде, на ботами двое. Поэтому давайте мы отойдем. Подфармим лесок. Ага, тут Леон, тут трое. Три тут. Три. Надо, ребят, вместе. Сюда, сюда. Путь, если сюда. Ага, Баратрум еще Хукаева. Вот так вот сделаем на науку, как говорится. Норм. На науку, ребят. Леончик, вон он с даггером. Даггер, Леон. Леон у нас с даггером. Найс. Опа, вот сколько крипов. Посмотрите вы, просто. Очень много крипов, и это радует. Это не может не радовать, потому что у меня есть уже 3100. Выйдем в радиенс, будут промахи на эннами. На эннами во время того, как мы увидим в ультимейте. Радиенс, кто не знает, дает промахи, ребят. Запоминайте. То есть, этот предмет для панды, радиенс именно. Очень неплохой предмет. Кстати, у нас также... Блин, ну я не знаю, очень страшно сюда идти, на самом деле. Надо идти на мид, ребят. На миде много крипов, и... Надо бежать, бежать, бежать на мид, ребят, на мид, бежать. Надо пока никто не услышал, надо бежать на мид. Убивает у нас там изи химика. Тракса, молодец. Забираем быстренько крипов этих. Вот так вот. Забираем этого крипа. И сейчас Сакрит уже, наверное, купим с этих крипов, ребят, да? Верно же? Заберем крипов вот этих. Вот этого и вот этого. Отлично, хватает нам на Сакрит, чтобы уже, так сказать, засейвиться, ребят, на данной стадии игры. Антимаг там с БФ, у антимага все хорошо. Что у нас по левелу, ребят? Я 12-го левела, единственное в нашей команде. У них там два чела с левелом. Таким же, как и у меня. И это, на самом деле, прискорбно, потому что я так чувствую, тут придется тащить в соло, и, возможно, игра будет очень тяжелая для меня. 90-минуточка, как говорится. 90-минуточка. И это плохо. И это очень плохо. Боже, сколько промахов. Уже бы забрал бы его. Промах еще один. Посмотрите, сколько промахов по нему. Вот этого крипа бы еще забрать. Действительно, пьяный мастер какой-то получается. Пойду. Ребят, ну блин, реген, реген. Нет, все. Найс. Хорошо, что я туда не пошел, я бы там умер. Вот просто понимаете, иногда вот такие моменты в доте, вот как сейчас вот вы видели, я мог бы пойти туда, но я бы сдох там стопроцентно, потому что там был ли он бы просто мне finger in my ass сделал бы, и все. То есть это вот такая вот тема. Приколюха, не приколюха, но это серьезно, ребят. Это серьезно. И то есть я бы там не выдержал просто. Просто там не выдержал бы дэмэдж. И то есть смысл в том, что что не делается, все к лучшему. На самом деле, ребят. Так же и в жизни, как и в дотке. То есть если я туда не пошел, значит это хорошо. Ребят, ну на самом деле нам бы попушить, потому что там пуш потенциал серьезно. У нас с пушем немного похуже. Приходит у нас тут антимакс яшкой. Можно его побить даже. Не туда он блин сделал. Ну я не видел, куда он блин сделал. Так, ребят, так, у нас тут тракса. Тракса, ну я не буду подходить. Умирает у нас тут феникс. Разор еще идет. У разора БКБ они, между прочим, появляются. И я боюсь, тут ГГ будет, походу. А, у нас радиенс на химике. Ну, не знаю. Типа, я начал. Начал делать еще один радиенс. Получается, я сейчас не прав. Надо было уходить в аганим. Надо отойти. Не заберу. Леончик там на хэгэшке стоит. Антимук. Тут. Тут как тут. Ну, очень много. Ну, я тут умру, походу, да? Да, я тут умру, ребят. Тут умру. Ребята душат толпой. Ну, нету тиммейтов, ребят. К сожалению, нету. Очень плохо, что нету тиммейтов. Один на топе афкашет. Феникс, Феникс, братка, ульту. А че ж ты раньше-то не поставил? Ну, серьезно. Не уйдет поедин АТП. Да, не уходит. Не уходит. Это хорошо. Это хорошо. Приходит у нас алхимикс с ботом. Евелинкш. Ну, стоять в инвизи теперь. Надо тебе, братан. И все. Не знаю, плохо. Я, если честно, радиенс думал. Ну, что-то я не подумал, что алхимик тоже будет делать радиенс. Но посмотрим. В принципе, алхимик. Алхимиком. Ничего страшного. Сейчас у него пойдет дэмэдж, и надо ему быть. Еще один, еще один. Давать себе амулет и стоять там АФК. Пусть парень тоже стоит АФК. Вон, сейчас феникс может помочь. Феникс может с анреем запилить. Да, с сентри пришли, с сентри пришли. Но будет сейчас пилить. Да, у промахи. Ее зайца БКБ там. В принципе, должен тролль убегать там. Ну, и не знаю. Я так думаю, надо бежать туда помогать, ребят. Даже сливать один блинк. Убивает. Делает доминейт. Сейчас пойдем. Сейчас, 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 сейчас. Пусть поднимется на хайграунд и умрет. Эх, как же так? Как же так? Ну, нет ульты у меня. Хорошо. Серьезно? Промахи спасайте! Бежим за этим пацаном. Бежим, 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 бежим. Все, успеваю. Сюда основную панду. Эх, ну, успевает дать блинк. Все, я ушел, ребят. Давайте тавар туда заберем. Просто баратрум, я так думаю, будет бежать. А, я сейчас от тавара умру. Тавар не переагривается. Ах, жесть. Тавар не переагрится после того, как я под таваром поагрился на энеми персонажей. Я несколько раз прокликал на крипа, он не переагривается. Господи. Плохо. Очень плохо. Ну, кто же знал. Кто же знал, что так можно лохануться. Хотел забрать тавар, чтобы купить радиенс себе таки. Хотя у химика есть радиенс. Но мне без радиенса никуда я уже. У меня просто это будет основной слот, ребят. Тут без вариантов. Ой, плохо. Вроде хорошо подрались, но в то же время плохо, потому что я умер опять и умер уже третий раз. Но по сравнению со своими, конечно, тиммейтами, у меня химика в АКшный умер два раза. Имеет 1-2, 15-й левел. Или типа... Ну я 10 на 3, не знаю. В 12 фрагах из 17 я участвовал. Ну ничего, посмотрим. Но тут мне тоже надо будет БКБ, ребят. БКБшка с БКБшкой буду раздавать, конечно. БКБ, даггер, блинг там сделаю. Мне нужно чуть-чуть, ребят. Чуть-чуть. Поэтому стараемся максимально заласхитить у парнишки. Забрать у тролля нашего тоже героя. Все, забрали. Есть у нас тоже радиенс. Второй радиенс на команду, как говорится. Но я тут без радиенса не смогу играть, ребят. При всем уважении к алхимику и к вам, ребят, подписчикам. Потому что будете, наверное, обсирать. Ой, да ты лох, ты сделал второй радиенс. И, типа, играть ты не умеешь, ребят. Это неправильно будет судить. Надо траксе эти пива сдавать. Хорошо. Еще и критом. Опа, ребят, там файт. Тролля убивают. Гоу. Ой, я тут умру сейчас, ребятки. Успеваю разультиться. Хорошо. Хорошо. Вот он мой радиенс, ребят. Мой радиенс. Вот он мой радиенс, ребят. Просто трипл килл. Хорошо. Просто идеально, ребят. Изюмительно вышло. Главное, на баратрума сейчас не напереться. Просто изюмительно. Вот с покупкой радиенс, вы видели, какой там дэмэдж? 45 плюс от радиенса еще дается 50. То есть, это получит 100 дэмэдж ПС мы получаем. И это очень жестко. Это очень жестко. Это очень жестко, ребят. Но надо идти за Аегисом. Там алхимик будет собирать Аегис, я так думаю. Я бы пошел по низу, ребят. БКБшку хочу. Серьезно. Нужно БКБ, ребят. Чтобы мы прыгали, подрались, ультовали. Вот сюда, ребят. Вот сюда. Опа. А кто у нас? Желтый. Го-го-го. Убиваем ее. Она дурочка. Опа, Леончик пришел. Там умрет. Эх, ну я не выживу тут. Ой-ой-ой. А живу? 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 Ай-яй-яй не живу? Клэп? А чего я от Урды умер? Ай-яй-яй. Вот этот баратрум. Ну не знаю, ребят. Чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть. Но в принципе отыграли. В принципе отыграли, можно сказать. Отыграли. В принципе отыграли. Нормально. Да, потом алхимик будет говорить, что затащил на самом деле. Ну алхимик, ну молодец, что-то может в принципе. Но я слежу за своей игрой. Он в принципе должен следить за своей. Есть алхимика Аеги. В принципе слоты на 28-й минуте. С простенькой линии. Ну как, он стоял в тяжелой. Можно сказать нормальной. В принципе. По пуджу. Пуджа Блейдмейл. Верное, верное, ребята, решение против такого пика. Так как там РДД. Раз. Два. То есть и антимак еще. То есть верное решение собрать Блейдмейл. Потому что Тракса обгрызается. Траксу нужно как-то снимать с себя. Вот и соответственно такой вот артефакт. На алхимике в принципе все банально. Есть у него. Он армлет вообще не вырубает. Ему пофиг. Нажимает у нас ультимейт. Врубил армлет. Так, хукает его пудж в упор. Ну такое. Такие файты я не понимаю. Ребят, в общем пойдем на топ. Есть у нас ультимейт. Last level. 19 секунд. У нас будет длительность ультимейта. Будет уже по кайфу. Так, ну там все же файт серьезный. Феникс у нас ставит супернова. Тракса у нас нарезает. Просто Баратрум нарезает. У нас должен сейчас рисоваться алхимик через Аегис. Тракса у нас пудж выхукивает, убивает. Алхимика иллюзии душа должен подпереста контролить иллюзиями. Не душить Баратрума, ну и недоконтролил. Недоконтролил парнишка. Недоконтролил. Леончик у нас со спины там идет. Тоже умирает. Думается, вот дается мановойт. Мановойт антимага убивает должны алхимика. По алхимика права, если кидается урна. Алхимик умирает все же. Просто умирает антимаг. Вернулся там и просто задушил. Не знаю, но я тем временем АФК. Просто. Купим поинт бустер. И погнали. И погнали. В общем, ну антимаг там подзарешал. Пришел, лицо надрал. Блин, зачем я купил поинт бустер, если я собирался делать БКБ? Хотя можно, в принципе, и выйти в аганим. Если антимаг сейчас сольет блинк, надо принимать его. Надо принимать. Хорошо, вот здесь вот он. Вижу. Вижу, вижу, вижу. Он уже развернулся. Так. Куда делся? Парнишка, выходи. Неужели ушел на руну? Потому что сюда, отсюда он никуда вроде не блинковался. Но я смотрю по карте, по карте я не увидел его мувов. Никаких. Вот сюда он ушел, да. А далее куда пошел, непонятно. Жаль, жаль. Так, ребят, в общем, заберем тут быстренько крипчиков. Топнем. Пару тычек раздадим. И уходим. Разор у нас там фармить леса. Ребят, давайте тогда выйдем в аганим. Надеюсь, нам будут давать ультовать. И через аганим будем и клэпы, и станы раздавать. Все по кайфу будет, ребят. Возьмем руку. Нам оставили. Феникс, молодец, красавчик. И саппорт айтемы собрал. И так, ну, должен, должен он там закидывать. Не буду кидать на второй на него. Два радиенца, это сила, бро. Ну, найс. Плюс голда. Погнали. Есть. На топе у нас принимают тролля вдвоем. Но мы будем просто заходить сейчас. Будем просто сейчас заходить. Сейчас появятся на скрипчике. Я их затопаю просто сразу. Ультуем. Дизейблем. Леона. Где у нас тут панды остальные? Дизейблем. Кидаем станчик. Все, найс. Зачем ультует Феникс? Непонятно. Все, отличная реализация ультимейта. Зейблили Леончика. Убили Траксу. И, в принципе, все. Зашли на хайграунд. Очень много дэмэджа, ребят, с радиенсом. На самом деле, не было ошибкой, в принципе, собирать радиенс на панду. Потому что, все же, как ни крути, трипл килл оформился. И пошелся очень хороший буст. В ультимейте мы очень сильно запиливаем, ребят. В сочетании с флейм пандой. Это очень много урона, ребят. Поэтому, как бы, не осуждайте. Не осуждайте мою панду, что я собрал. Боже, ну, понятно, понятно. Неправильно я. Айтемы не заложил. То есть, не осуждайте панду со вторым, как бы, второй радиенс. Но, если честно, думал, я соберу его раньше, чем этот алхимик. И поэтому, как бы, вот такая вот тема, ребят. Такая вот тема. Алхимик у нас там бегает. Но у меня нет ультимейта, чтобы ему помочь. Максим, что я могу кинуть это пиваса туда, залить и все, и уйти. Не, 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 это же, блядь, сейчас. Это же сейчас будет гиги-курьер. Все, я понял. Гиги-курьер будет. Не знаю, я не хочу, просто не хотел, чтобы аганим. Сори, боялся. Мой аганим сольешь. Все. Уходим на хг-шку. Сейчас мой аганим уже будет, и будем дефить с аганимом. Но, я думаю, они не снесут нам на один заход. Сейчас ману чуть попьем. Да что за хрень, почему не собирается? Пойнт-бустер. Боже, посмотрите, аганим не собирается. Что такое? Все, собрали, давайте. Полетели, ребят, полетели. Будет файт. Ой, как я в спину, сейчас хорошо прыгну. Хорошо. Хорошо. Хорошо, ребят. Очень сильно. Очень сильно. Пойдет. Хотел антимага, если честно, сразу зацепить там, чтобы... Ну, в общем, так сказать, пандой я могу, в принципе, по дефолту, ребята, ультимейтом что-то раскидывать. Но, если честно, если честно, я вам скажу, что, может, вам покажется, что на панде я как-то там... Вау, прикольно, он паундами контрит. Но, на самом деле, ребят, я контрю ими не в идеале. Я очень много бывает ошибаюсь, так как у меня, в принципе, все прекрасно знают, что микроконтроль, ну, можно сказать, хромает. Да, я не в идеале микрю. Но, что-то могу, как бы, в принципе, мне нужно чуть-чуть больше времени, чтобы я просто все раскастовал. В принципе, для вас, я думаю, ребят, кто надрочен по микроконтролю, в принципе, для вас проблем не будет вообще играть на этом персонаже. Нажимаете ульт, даете... Даете... Так, нужно отойти, ребят, нужно отойти, нужно отойти, чтобы станы не закинули нам массово. Побежал у нас Баратрум, но нужно промахи давать вот тут, вот так вот. Давайте промахи. Отойти надо, мне кажется, ультимейт 11 секунд, ребят. Можно было Баратрума забрать, ребят. Соберем Баратрума. Крит. Найс, хорошо. Ребят, отойдем, подождем Клэпа. У нас там Разорчик, Разорчик дерется, ребят. Разорчик дерется. Опа-опа. Чей Роден запилит? Эх, его Роден запилю. Ребят, ну тут, может быть, могут быть у меня проблемы на самом деле. Да, они помогли мне, и я умер. Соответственно, ману выжигают, я не могу ультануть, и это плохо. Это плохо. Давайте сделаем байбэк. Можем мы сделать байбэк себе позволить. Запилю, запилю тут. Даже не добегает до базы. Хорошо, хорошо, отлично. Ломаем мидлейн. Антимага там щемит. Но не убивает антимага, но я тут, я расправлюсь тут с бараками. Трон падает также у них. Хорошо. Крепчика быстренько заметаем. Пушим с радиенцией их. Ага, ну это плохо, ребят, это плохо. Могут выжать всю ману мне. Я даже не ультанул. Клэпаем. Клэпаем. Ну, найс. Мантимаг просто в шоке. И бежим просто на всех парах. Просто бежим на всех парах, ребят. Нужно попытаться убежать. Очень быстро у нас мовмен спидс. Просто с фейзами и тервелами. Очень много. Мовспида. Ну, найс. Видели, как антимаг от панды отлетает? Просто море дэмэджа. Море дэмэджа. Найс. Ну, мы выжили. Ага, Леончик тут. Но, скорее всего, будет еще и баратрум на меня бежать. Интересно, куда Леон побежал? Опа. Чуйка. Чуйка, ребят. Найс. Хорошо, догнали. Очень классно, кстати, стрейфились. По-моему, там 522. Ну, почти. Почти. Очень быстрые стрейфы у меня. То есть, от... От моих фейзов, так сказать. Ребят, ну, что... Что могу сказать? Ага, за Космодон. Жмет, но надо отойти тут, наверное. Хотя можно, в принципе, догонять, ребят. Боже, там такие айтемы, вы посмотрите. Такой хук на одежде, знаете. Нет у меня Клэпа. Нету Клэпа. Ну, мы не будем дальше наглеть, ребят, потому что... И так 5 раз умерли. 5 раз умерли, но, так сказать, в науку. В науку, ребят. Хорошо. Отойти. Дать промахи. Там, на троллях. Эээ, куда побежал? Ах ты, животное. Вот так вот делаем. Ну, и тут я, к сожалению, уже не до контрю. Ой-ой-ой. Ну, дал промахи, ребят, дал промахи. А, он в блейдмейл утонул. Хорошо. Гоу сюда. Хорошо. Ну, и все. На этом каточка будет закончена. Ребят, в общем, вот такой вот у нас гайдик получился. К сожалению, контролить пандами, в принципе, ну, получается, у меня где-то процентов на 70. Просто не хватает немного рукастности, быстро вам показать все. Но, в теории, в принципе, многие замесы, я думаю, вам понравились, ребят. Поэтому, вот такой вот гайдик. Ребят, кому реально понравилось, обязательно, ну, не знаю, напишите коммент, кому понравилось, кому нет, чтобы вы сделали, какие бы айтемы вы сделали. И, в принципе, вот такая вот каточка, ребят. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы видеть новые гайды и не пропускать их, ребят. Вот такая вот каточка. В общем, все, с вами был Азес. До скорого, ребят.